Приветствую вас, дорогие друзья, на канале S-Play в прохождении Петька 5, конец игры. Итак, раз расскажу, что было в прошлой серии, так значит мы попали в шишки на враг, встретились с Фурмановым, у которого что-то состояние вообще не очень. Также пошли забрать награду, которую нам мужик дал, забыл, как Глотов, во, туалет в общем золотой, он у нас там на хуторе был, но хутор чудесным образом сгорел, осталась только мельница, где живет некий чернокнижный, который что-то нам не договаривает, но мы к нему еще вернемся, он нам попросил книжку вот отсюда с этой усадьбы принести. Также мы вот тут спасли человека, Якшаров, он же предатель оказался. В общем, трубку он еще украл, которая сейчас на этой усадьбе находится, пойдем мы ее сейчас забирать. Трубка от телефона Фурманова, чтобы Фурманов мог позвонить в центр, в общем вот так вот все немного запутано, поэтому идем внутрь, будем разбираться, что к чему. Ну и бардак, Василий Иванович. А ты чего ожидал, Петька? Свиньи они, в общем, бандиты они, что тут говорить, разложившиеся личности. Где-то тут должен быть Троян с трубкой. Эй, на проводе, немедленно чаю в номера, да покрепче. А вот Петька и он, он в трубку орет, чаю требует. Гаврюша, трубочку отдай, не твоя вещь-то. Я сказал, чаю мне в номер крепкого, да поживей. Какого чаю? Говорят тебе, трубку отдай. Какого, какого? Крепкого чаю? Жду две минуты, я принимаю меры. Нет, Петька, так с ним разговаривать бесполезно. Он нас с тобой даже и не замечает, по-моему. Синие, что ли? Ну, на, вот у нас самовар есть. Вот тебе твой чай, получай. Ты чай притащил, гнида? Я, Гаврюшка Троян, тебе человеческим языком говорю, что покрепче хочу. Наш чаек анархистский, кладенец. Не нравится, не пей. Ага. Ну, давай-ка вот так вот бухлаем, вот это бахнем. А как тебе такой чаек? О, хорошо. Вот это мне и нужно было. Что и требовалось доказать. Замечательно. Трубочку. Сбираем. А вот и наша трубка. Теперь и в центр звонить можно. Че тут еще можно собрать-то? Так, вентилятор. А вот откуда здесь вентилятор взялся, я понять не могу. А где ты тут, интересно, вентилятор увидел? Василий Иванович. Ух, Петька, управы на тебе нет. Так, колесо. Граммофон, Василий Иванович. Вижу, Петька, и что с того? Может, музыку послушаем? А может, еще и потанцуем? Не время, Петька, развлекаться. Тем более, что тут и пластинки никакой не стоит. И то верно. Пойдем наверх, судим. Что тут у нас, Петька? Библиотека, товарищ комдив. Вижу, Петька, вижу. Батьки Филина только не вижу. Пойдем-ка, Петька, спросим, где тут можно этого бандита найти? Эээ, товарищ спортсмены, мы тут одного человека разыскиваем. Ну и? Может, вы нам поможете? А кто нужен-то? Батьку Филина мы ищем. Знаете такого? А, батька Филина. Филин, свой человек. А, батька он наш. Он и стакан водки с нами выпьет, и речь скажет, и по морде двинет. Свой одним словом. Ну, а где он? Знамо дело. У невесты. А где ему еще быть-то? У Анки, что ли? А вы, собственно, кто такие? Василий Иванович, а нас, кажется, с лестницы спустили. Да что ты говоришь, Петька? А я думал, это нас чаем напоили. А за что это они нас? Мы же только спросили, где Филина найти? Сдается мне, Петька, что эти спортсмены, батьки, телохранители этого самого батьки. Поэтому они нас и выкинули, чтобы мы лишних вопросов не задавали. Да уж. Давай-ка я еще раз попробую. Так. Вы что, опять здесь? Я же предупреждал. Ух ты! Ешь твою медь! Это что ж получается, Василий Иванович? Нас опять с лестницы спустили, что ли? И какой же ты у меня, Петька, внимательная. Все-то ты подмечаешь. Не пойдет. Может, Василий Ивановичу надо с ними поговорить? Ты поглянь, Акатуй, какие непонятливые люди. Все лезут и лезут, куда не надо. И долго мы с тобой, Василий Иванович, тут кувыркаться будем? Хех. А это, Петька, похоже, не от нас зависит. Сколько нас будут с лестниц скидывать, столько мы и кувыркаться будем. Понятно. Ладно, пойдем тогда сходим пока обратно к Фурманову. Повернем трубочку ему. О, а куда это якшарф убежал? Испугался, что ли? Конечно, меня. Побоялся, что я сейчас выйду и морду ему набью. А, ну-ну. О, а куда это проф подевался? Хм, не похоже на бравого бойца. Пост оставил. Может, он в землянке отдыхает? Не положено, Петька, на посту отдыхать, да будет тебе это известно. Во, пока его нет, давай стырим колесо. Оно нам на хуторе пригодится. Вентиляцию какую-то придумали. Ща я им покажу вентиляцию. Вот это я понимаю. Настоящая вентиляция. А то колесо какое-то воткнули. Петька, выкрутился. Ладно, пойдем внутрь. Узнаем, что там с Фурмановым. Что ж ты профпост свой оставил? Тише вы. Не видите, комиссару не здоровится. А что случилось? Да вот, в бессознанку ушел. Видать, рана боевая о себе знать дает. Хм, а мы ему трубку принесли, чтобы в центр звонить. Придется обождать. Номер-то для связи с центром только Фурманов знает. А он и в отключке. Да, Петька, плохи дела. Надо комиссаров чувства приводить. Без него не справимся. Сто пудово у чернокнижного трава какая-нибудь есть. Давай трубку приделаем. Эх, вот и трубка есть. А позвонить не можем. Почему? Потому что номера мы не знаем, Петька. Почему ж еще? А пластиночку может забрать? Знакомая пластинка. А ну-ка, Петька, глянь, что там написано? Речь командарма Семена Буденнугу. Точно, она. Бери, пригодится. А можно? Можно, можно. Я разрешаю. Так. Стоп, 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 стоп. А что это с Белочкой-то? Ладно, пойдем. Обратно в усадьбу. У нас пластинка появилась, послушаем ее. Давай, заводи шарманку. Товарищ Камгив, у нас же речь Буденного имеется. Давай, поставим. Ну, ставь. Ишь, припусти. Ты гляди, Петька, лошади испугался. Хе-хе. Ну, народ. Петька, а ты че такой бледный? Тоже испугался, что ли? Кто? Я? Да вот еще. Стану я какой-то там лошади пугаться. Ну-ну. Колесо. Бери колесо, Петька. Пригодится. Пусть песню послушает. Так, а мы пойдем пока обратно в хутор. Где он у нас? Вот он. Хорошо. Нам нужно сундучок открыть. По сути, там должен лежать... Сортир золотой. Тут вот приспособление такое есть. Интересно. Встанет сюда колесо? Ну, и зачем ты, Петька, это сделал? Не знаю. Но ведь встала. Хе. Еще бы. А у нас еще второй есть. Давай-ка тоже его сюда присобачим. А теперь второе. Ну, и шо теперь делать с этими колесами? Ну, полагаю, покрутить надо. Причем сразу оба. Ох, Петька, Петька. Крутите давайте. Василий Иванович, становись у другого колеса. И что? Что-что. Вместе крутить будем. Одновременно. Ну ладно, Петька. Но только чтобы удовлетворить твое любопытство. Вот тебе раз. А я подозревал, товарищ Комдив. Вот как чувствовал, что что-то с этой подковой не так. Это ты, Петька, у меня перенял. Ты же знаешь. Знаю, знаю. Твоя хваленая интуиция и все такое. Как будто не видно было, что там ключ торчит. Бери ключ. Бери, бери. Тяжелый. А кому сейчас легко? Пойдем отворять сундучару. А вот этот ключик как раз к сундуку и подойдет. Давай-ка я, Петька, дело-то не из легких. Вот тебе раз. А где же золотой сортир? Обманул нас все-таки Глотов, товарищ Комдив. Нет, Петька, тут что-то другое. Сдается мне, что до нас этот сундук уже кто-то обследовал. А кто? Ясное дело, чернокнижный больше некому. Он один здесь живет. А что это ты там из сундука вытащил? Змей это был воздушный, Петька. Он сам вылетел, а я его перехватить успел, чтоб, значит, не улетел далеко. Золотой сортир, конечно, лучше. Но за неимением оного и змей потянет. Да уж. Пойдем как чернокнижному вопросы зададим. Так, как подняться-то? Ну что за фигня? Высоко забрался, чернокнижный. Не всякий залезет. Только к нам с Василием Ивановичем это не относится. Мы хуже куда залезем. Ну так, залезай. Эх, покатаемся! Теперь чернокнижному давай. Ну-ка давай, рассказывай. Послушай, колдун. Я чернокнижный. Короче, ничего он не говорит. Ладно. Давай-ка приколюшку ему сделаем. Отвлечь его надо. Здорово катаемся, Василий Иванович! Это ты катаешься, Петька. А я просто спускался на землю. Змея, пусть он снова поразглядывает. Сейчас мы, Василий Иванович, этому чернокнижному обзорчик загородим. Каким образом? А вот таким. Спорим, что он сейчас из своего убежища вылезет. Ну, что я говорил? Пф, придурочный. Пойдем пока обшмонаем его. Цепляйся, Петр. Наверх поедем. Чернокнижный, блин. О, нет его. Забираем все, что плохо у него тут лежит. Зверобой, Василий Иванович, травка полезная. А к чему это ты сейчас сказал, Петька? А раз полезная, значит и нам нужная. Ох, Петька, Петька. Так, грибочки тоже забираем. Это опята. Я точно знаю. Точно? Да точно, точно. Ну, может и не совсем опята. Но то, что не ядовитые, это факт. Раз они не ядовитые. Смотри, Петька, недосчитается колдун своих грибов. Превратит тебя в ежика. А почему сразу в ежика, Василий Иванович? А кто сказал, что сразу? Сначала в крысу, потом в выдру, а потом... Ну, в общем, ты понял. Так, что еще забрать-то можно? Все, да? Хорошо, давай, что там под подушкой? Под подушками, Василий Иванович, обычно самое ценное прячут. Это значит, Петька, шо у тебя самое ценное портянки? Нет, это значит, что я сейчас проверю, что там под подушкой лежит. Ключ, Василий Иванович! Ключ? Вот это уже интересно. Надо бы им что-нибудь открыть. Ну, знамо, что замок. Открывать, Василий Иванович? И еще спрашиваешь. Открывай, ежели, конечно, ключ подойдет. Ух ты! Так я и думал, Петька. Вот он наш унитаз. Цел и невредим. Теперь понятно, почему он со стульчака не слазил. Унитаз наш охранял. Я возьму, товарищ комдив? Я сам, Петька. А то он это... Тяжелый, наверное. Еще надорвешься. Ну-ка, Петька, посторонись. Ну как, товарищ комдив, тяжелый? Безумно, Петька. Ты бы точно надорвался. Значит, материальные ценности его не интересуют, да? Вот козел. Чернокнижный. О, а куда ведь наш чернокнижный подевался? Да и змея что-то не видно. Наверное, снял все-таки. Ну и ладно, мы к нему не будем сейчас возвращаться. Пойдем сначала в усадьбу. Так. А, хотя, погоди. Зверобой у нас есть. Давай зверобой заварим. А я вот сейчас зверобойчику заварю. Зачем это? Как зачем? Это же лекарственная трава. Попоешь Фурманова, он в раз отживет. Да? Ну ладно, попробую. Очнулся-таки, комиссар. Ну, слава тебе. Как чувствуете себя, Андрей Дмитриевич? Понятно, не очень. Ну ладно, говорить буду я, а ты, Дмитриевич, мычи. Только, чтобы понятно было. Короче, мы с Петькой трубку достали. Что делать-то с ней? Звонить? Номер. Какой номер? Центра? Где он? Бумага над столом. Все ясно. Номер записан в бумаге над столом. Ну-ка, Петька, иди глянь. Тьфу ты, это еще что за фокусы? Все, конец белки? Сдохла. Типун тебе. Устал просто, из сил выбилась. Ей бы харч какой. Тварь хоть и неразумная, а все же есть хочет. Это что ж получается? Пока ее не накормишь, Света не будет? Похоже, что так, Петька. Ага. А Свет-то есть? Что за прикол? Ну-ка, давай выйдем. И зайдем. Глюк. Прикольно. Ну ладно, на грибы поешь, что ли, хоть. Сейчас, товарищ Камгив, и волки, то есть и белки будут сыты, и освещение наладится. Что ты задумал, Петька? Белку буду травить, то есть кормить грибами. Да будет свет, Василий Иванович! Да будет, Петька, да будет. А теперь надо номер центра срочно прочитать, пока эта тварь снова голодовку не объявила. Заточила такая грибы. Так, иди осматривай. Так-с. 2, 12, Вера Сергеевна. 2, 30, Зинаида Ивановна. Петька, по существу давай. Ладно. Ага, ага, так. О, вот он. 2, 16, центр. Запомнил? Запомнил, товарищ Камгив. Ну и отлично, теперь можно и позвонить. 2, 16. Я так думаю, пусть лучше Чапаев в центр звонит. Его там все знают, значит и доверия к нему больше. А, ну ок, давай. Так какой, ты говоришь, номер у центра был? 2, 16. Ага. Алло, алло, говорю, девушка, девушка, 2, 16 мне, пожалуйста. Чего? 2, 16, говорю. Сколько? Ага, ладно, жду. Ага. Алло, центр, говорит Чапаев Василий Иванович. Да, Чапаев. По поручению Фурманова. Да. Что? Ранили его. Да поправиться куда денется. А? Чего мне надо? Так это, указаний давайте. Ну, конечно, на благо, так сказать, отечества. Да, да. Слушаю внимательно. Запоминай, Петр, в район Гадюкина выехал бронепоезд под командованием Котовского. Со дня на день должен прибыть на станцию Перегаровка. Нужно встретить. Конец связи? Алло, алло, девушка. Фу ты, связь прервалась. Да я запомнил, Василий Иванович. Бронепоезд с Котовским надо встретить на станции Перегаровка. Все ясно? Это тебе все ясно, Петька. А мне не ясно. Не ясно, как нам на эту Перегаровку попасть. Это же, черт не знаете, где находится. Пасечник. Он выведет. Комиссар говорит, спросите у пасечника. Он дорогу знает. Вот прямо сейчас к нему и ступайте. Пойдем, Петька. Время не ждет. Пойти-то пойдем. Только что-то я не догнал. А мне разве Анку не надо вытаскивать? Ну, чисто ради прикола. Я думаю, они сейчас не пойдут. Слышь, отец, говорят, ты можешь на Перегаровку дорогу показать. Мог раньше, а сейчас не могу. Почему? Болото. Кругом одно болото. А до Перегаровки так вообще непроходимое. Пройти-то невозможно. Федосеич, я таких слов не знаю. Говори, куда идти. Да никуда. Нет дороги. Есть дорога. Чего? Я есть хороший механик. Я датримонт аэро. Можно лететь. Здорово. Но не можно лететь. Как это? То можно, то не можно. Ты уж это определись. Есть топливо? Можно. Нет топлива? Не можно. Авиакеросин надо. Где ж мы ему авиакеросин не найдем? Авиа не авиа, а керосин Петька надо сыскать. Самолет наша единственная надежда. Че теперь керосинку ему искать надо что ли? Понятно. Короче, идем на усадьбу. Блин. А выключить никак, да, эту песню? Так, можешь с ним поговорить? Отпеть, как говори, типичный дармалет. Рыхнет себе рожей в тарелке, и хоть бы хны ему. А давай мы его, Василий Иванович, к стенке, как врага народа, а? Пока спит. Нет, Петька, не должны мы с тобой, бандитам уподобляться, вот так вот в спину стрелять. И потом нам и стрелять-то нечем. Блин, не помню, для чего вот эта штука. Ну ладно, пойдем еще раз наверх. Погоди, Зверентовый, через секунду продолжим. Ага. Зверентовый, блин. Вы че, опять здесь? Я же предупреждал. Да ладно. И долго мы с тобой, Василий Иванович, тут кувыркаться будем? Эх, а этот Петька, похоже, не от нас зависит. Сколько нас... Понятно, это он уже говорил несколько раз. Эй, а ну вставай, подъем, кому говорят? Да не слышит он тебя, Василий Иванович, пьян в портянку. Ну не знаю, тебя я, Петька, и не в таком состоянии будил. Конечно, булавкой в пятку, это любой проснется. Может, ему надо туалет этот золотой дать? Накось. Это же золотой сортир! Вы что, хотите, чтобы мы его здесь оставили? Нет, я на это пойти никак не могу. Я тоже, Петька. Поэтому таскай его с собой. Своя ножа, как говорится, не тянет. Тем более, ежели это два пуда золота. А что делать-то тогда? Опять вы? Ну, я, по-моему, понятно объяснил. Да вы погодите на нас кидаться. Мы же к вам не с пустыми руками. У меня есть одна вещь, которая вас, безусловно, заинтересует. А, от этой вещь моя будет. Почему это твоя? Моя! Я старше, значит, моя. Фиг тебя! Ты все время мои игрушки себе забирал. Теперь моя очередь. Вы что, братья, что ли? Да. Не важно. Итак, предлагаю разрешить спор в спортивной борьбе. Кто победит, тому эта безделушка и достанется. На старт! Внимание! Марш! Учись, Петька. Теперь они нас не то что там с лестницы вообще замечать перестанут. Вот и хорошо. Давай-ка соберем тут пока. Какую там книгу чернокнижной просил принести? Какую конкретно не помню, но что-то по астрономии. Сейчас поглядим. О, да вот же она! Ой, Василий Иванович, тут рычаг какой-то за книгой. Рычаг? Интересно. Ну-ка, и вправду рычаг. Что бы это значило? Ну, открываю двое, что там, поворачиваю. Василий Иванович, у тебя керосина нет? Я тебе что, Петька, керосиновый магнат? Откуда у меня керосин? Ну, мало ли, нашел где, да заныкал. Я сделаю вид, что не слышал. А ты, Петька, больше на своего командира не наговаривай. Договорились? Договорились. Жми давай рычаг. Я боюсь, товарищ Камгив. А вдруг тогда что-нибудь взорвется? Не бойся, Петька, жми, я с тобой. Вот Дина, потайная комната. За мной, Петька. Сдается мне, что этот бандит-филин скрывается именно там. Ведь ты же понимаешь, Аннушка, что другого выхода у тебя нет. Ну, сама посуди, что ты будешь делать без меня? Стирать портянки партизанам? Рыть землянки? Прятаться в лесу? А я тебе предлагаю совсем другую жизнь. Интересно, какую? Ну, вот уже лучше. Ты только послушай, как это уважительно звучит. Жена батьки филина. Ха! И ничего смешного тут нет. Я тебе дам все, что пожелаешь. Будешь у меня в мехах купаться, шампанским ананасы запивать. Кстати, ты хоть раз пробовала ананасы? Уверен, что нет. На баллы буду тебя возить. С приличным обществом тебя сведу. А самое главное, тебя никто тронуть не посмеет. Все уважать будут. А ты на себя-то хоть в зеркало смотрел, недоносок? И, Ань, какая ты грубая. Ну, зачем же ты так со мной? Я ведь с тобой пока по-хорошему разговариваю. Силу не применяю. Хочу, чтобы ты поняла. Я же не монстр. Я нормальный мужчина. Ты бандит. А с бандитами у нас разговор короткий. К стенке. Значит, ты так. Ну, ладно. Я в последний раз тебе даю шанс одуматься. Посидишь пока в заперти. Все, отбой. Вы кто такие? А ну, прочь. Охотуй. Заверинтой. Немедленно сюда. Тревога. Ух ты. Ешь твою мить. Это что ж получается, Василий Иванович? Нас опять с лестницы спустили, что ли? И какой же ты у меня, Петька, внимательный. Все-то ты подмечаешь. Ага. Пойдем опять. А это вы? Ну, заходите, заходите. Да не бойтесь, не будут вас больше с лестницы скидывать. Говорят, искали меня. Да вот, уже нашли. Ну и чего вам от меня надо? Поговорить надо. Ну, говорите. Ты, филин-бандит, враг народа, что называется. Грабишь, убиваешь. В общем, живешь не по закону. И наш красноармейский долг... Достаточно. Это все, что вы хотели мне сказать? Или еще что-нибудь есть? Есть. Отдай нам нашу Анку. Вашу? Вашу. Так вы за Анкой пришли, что ли? И за ней тоже. Ой, уморили. Да на что вы рассчитывали, когда спасать ее шли? Неужели думали, что я просто вот так ее вам отдам? А если не просто так? А что вы мне можете предложить? Вот именно. Ничего у вас нет. Хотя, разве что за два пуда золота я бы согласился расстаться с этой красавицей. Только откуда у вас столько золота? Вы же честные. Вот что, Петька, золотой сортир наша надежда. В нем как раз два пуда будет. Да что, он их отметелил получается, да? Так, ну, по счастливой случайности у нас как раз ровно два пуда золота есть. На. Подавись. Вот. Что вот? Такой вы мне этот сортир приволокли. В нем как минимум два пуда золота. За это ты обещал отпустить Анку. Ха-ха-ха-ха. А котой, зверинтой поглядите. Они мне золотой сортир приволокли. Ха-ха-ха-ха. Ты давай не смейся, а выполняй обещание. Отпускай Анку. Да вы что, я же пошутил. Ой, не могу, ой, не могу. Ха-ха-ха-ха. Вот что, Филин. Или ты немедленно. Ну ладно, ладно, ладно. Уговорили. Уж за такой подарок и слово сдержать не грех. Забирайте свою подругу. Он же бандит. Здравствуй, Анка. Аннушка. Здравствуйте, ребята. А ну, навались. Ты как к нему в логово-то угодила, Анка. Не время сейчас. После расскажу. Сейчас смываться отсюда надо. Как же мы смотаемся, если за дверью толпа бандитов? Через камин. Он ведет на первый этаж. Другого выхода, к сожалению, нет. Ну, через камин, так через камин. За мной. Иди, иди, твою душу, а. Ай, больно. Ой, товарищ комдив, Анка чувств лишилась. Что делать? Хм, баба, да к тому же еще и без чувств, а Буза еще та. Тут, Петька, подумать надо. Таскать ее везде с собой мы не можем, так? Так. Значит, ее надо где-то оставить, пока она в себя не придет. Землянка, товарищ комдив, у Фурманова там и койка есть. Точно, Петька. Значит, решено. Отнесем меня к землянку. Здорово, проф. Как комиссар? Не очень, но жить будет. А что это за бабу вы с собой привели? Сам ты баба. Это же Анка. А-а-а, Анка. Вырвали ее, значит, из лап филина. Как видишь. Пусть она тут пока у вас поспит, а то обессилела девка от этого бандита отбиваться. Да пусть спит себе. Мне что? А-а-а, хорошо. Погоди-ка, а дальше-то че? Чего вам? Да поговорить вот хотелось бы. С лап он. Не надо его трогать пока. Пусть поправится малость. Ну, ладно. А-а, пойдем-ка книжечку отдадим этому. Че, она к книжному. Полетели, товарищ комдив! Да полетели, чего уж там. Он так-то и не в курсе, ведь, да, что это мы у него сортир забрали. А-а, это вы? Может, вы видели, кто тут у меня на мельнице хозяйничал? Не, не видели. Откуда? Нас тут самих не было. А то вещицу тут у меня одну украли. Вы не брали? Да ты что? Мы с Петькой в жизни чужого не взяли. Правда, Петька? Ага. Мы только свое добро возвращаем. А чужого нам не надо. Вот так вот. На, книженцию. Кстати, может, мы ее разобрать можем? Порвать книжку? Зачем? Нет, не можем. Ну ладно, на. Это, книгу по астрономии, которую ты просил, брать будешь? Буду. Только у меня взамен ничего нету. Совсем? А мы тут у тебя примус видели. Вон стоит. Примус? А как же я еду готовить буду? А, да берите. Только сначала книгу. Договорились. Погодь, Петька. А керосину в твоем примусе много? Достаточно. На полгода хватит, если экономно жечь будете. Да? Ну тогда ладно. Отдавай книгу, Петька. А вот теперь у нас и керосин есть. Можно смело к Фуфайкеру идти. Ну так пошли. Чего стоишь? Пойдем. Так, держи керосин. Фуфайкер, мы керосин достали. Можно лететь? Можно. Сколько? Чего? Керосина? Да нормально. До перегаровки хватит. Вот, лови. Нет. Вас есть сколько? Человек. Он спрашивает, сколько человек летит. Мест сколько нужно. А, человек. Да двое нас. Ошибаешься, Петя. Нас трое. Ой, Аннушка проснулась. Эй, аэрофлот, трое нас летит. Трое. Три? Много. Не можно лететь. Можно, не можно. Полетели, Петька. Будет он тут еще командовать. А я? И ты, Анка, с нами. Куда же мы без тебя-то? Эх, давно я на самолетах не летал. Центр сознания Красного. Текущий отчет о ходе проведения операции «Красная работа». В рамках операции два субъекта, находившиеся в разработке, были помещены в локально ограниченную и крайне враждебную по отношению к ним среду. Следует признать, что даже самые жесткие испытательные воздействия не смогли поколебать в героях убеждения в неизбежности светлого пущего. Это может являться свидетельством либо исключительной преданности героев идеи «Красного проекта», либо следствием низкой вариабельности героев как самообразующихся индивидов. Возможно, также взаимовлияние этих двух факторов. Понимая, что данная дилемма лежит уже в иной плоскости и вызывает интерес чисто академического характера, я все же настаиваю на продолжении испытания. Возможно, удастся выяснить, насколько героический фактор является причиной внутренней ограниченности индивида. К отчету предлагается справка агента-посредника Англии. Дополнение к отчету внешнего агента Котовского. На мой взгляд, лояльность героев в отношении «Красного проекта» не вызывает сомнений. Психотестирование на аппаратах типа телескоп двух видов показало, что подсознание героев генерирует образы светлого будущего совершенно в духе «Красного проекта». Считаю необходимым подвергнуть проверке агента-посредника Анку. Открытая симпатия Анки, сквозящая в характеристике героев, вызывает сомнений в беспристрастности агента. О результатах сообщить «Красный». Василий Иванович, тебе не кажется, что мотор барахлит? Эй, конданта, в чем дело? Элик Русска! Папа с козу! Ты что сделал? Папа с козу! О, God! О, God! О, God! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И играть мы будем сейчас за нее Ну, на самом деле не сейчас, а продолжим мы уже в следующей серии Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии Увидимся на канале Splay в следующей серии Пока